Я до 10 лет не ходил, я сидел дома. Он родился с ДЦП, но не пал духом. Болезнь, которая сковывает тело, не в силах удержать творческую душу. Михаил Хизматуллин работает юристом, но Адушину ищет в поэзии. В детстве читал классику, а теперь сам пишет стихи. У меня родился ребенок, встал вопрос, а как мне его содержать. И моя мудрая жена, она мне сказала, ты же пишешь стихи. И на этот момент я написал стихотворение. Сотни стихотворений из шесть выпущенных сборников пишет Михаил на религиозные темы. Поэзия меняет жизнь, об этом не понаслышке знает сам Михаил. Твоя улыбка словно бы рассвет, надежду дарит и тепло. Этими строками поэт покорил свою супругу Милюшу. Два человека с одинаковым диагнозом и жизненными трудностями. Но любовь в этой семье преодолевает все. И как результат рождения долгожданного сына Юсуфа. Вместе писать стихи, готовить ужин, вести домашний быт. В этой семье привыкли все делать вместе. У меня есть семья, у меня есть муж, у меня есть сын. Он каждый день приходит и говорит, мамочка, как хорошо дома. Я соскучился по тебе и целует. Эти мгновения ни с чем не сравнимы. В семье Хизматулиных есть свои традиции. Одна из них – регулярные походы в мечеть. Как не было бы сложно, он смирился с этим. Он благодарит Всевышнего даже за то состояние, которое у него есть. Сейчас Михаил работает над сборником «Татарская мечта». Ему хотелось бы, чтобы эти стихи стали песней и звучали со сцены. И строки о ценностях жизни наполнили счастьем сердца людей. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин